это чудовищно сложный проект это просто огромный в силу своей огромности до реально как бы сложность была именно в объеме работы потому что количество шотов которые там дано по почти равно количеству шо то всему все всего фильм снято во все на хромак мало нас это помню свыше 1900 900 шотов это нет это чуть меньше весь фильм по-моему весь фильм 2 2 с небольшим 2 стопом что-то вот такое ну там по сути интерьерные шоты которые простые были по факту проект приходит в работу в параллели с уже идущими какими-то проектами вот поэтому выливание происходит спокойно и постепенно ну чаще всего какие-то концепты согласования когда уже начинает приходить материал такой набирается к 3 входишь в такое рабочее состояние именно на проекте для супервайзеров в отличие от студии по большей части была краски самая сложность началась наверно вот когда с января 17 года до января я спросил в одно лицо и там но в какой-то момент стало понятно что меня уже не хватает я за 8 10 12 14 часов не успевал охладить весь объем который приходил это и раздача работы и приемка работы и согласование комментариев стыковки уже не успевал добавился еще один супервайзер это рома бобров представьте у нас на проекте было два супервайзера серёжа шупо был да и рома рома бобров вот и в конце уже и я подключился им просто уже помогать конце потому что уже самый вал когда огромное количество шотов пошло там нужно проверять ну как бы жалко было терять время пока там уже там даже было так пока ребята комментируют текущие шоты там я там еду в конце я еду уже на большой экран смотреть уже то что они уже приняли да что просправили уж такая была работа довольно активная очень были моменты когда мы приходили открывали церебра как было забавно потому что открываю что там 400 уведомлений висит ты их там кликаешь яростно комментируешь 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 они у тебя увеличивается с той же скоростью если не с большей нежели ты их прокликиваешь так как это все на хромаке естественно значит мы обсуждали собственно все технологии съемки как мы это будем делать потому что снимать нужно было вообще все полностью на хромаке вот во время препродакшен мы смотрели там уже строился павильон вот этот хромакейный назили бы был построен самый большой на тот момент павильон в европе получился что был цех там даже 20 один был совсем огромный просто в котором будет строился эти все фанерные эти все красилось зеленый вешались ткани вот и мы собственно вот обсуждали технологии параллельно мы начали рисовать какие-то концепты хотя там уже и и работал художник постановщику уже там да они готовились там справляться постройка уже чтобы все шло очень как бы так быстро вот и в этом смысле наверное это хорошо даже сыграло то что это что-то хромакейная да соответственно строили и не был построен большой объем декорации но было довольно много всего там да и и мы думали как снимать какие сцены потому что там там сцена с медведем например да вот и не было возможности придумку это супер сложную технологию да поэтому как-то быстро-быстро планировали какими минимальными средствами можно отработать на площадке так что потом не не подорваться кроме того так как мы уже примерно понимали что это будет да там эпоха более-менее понятно да и после того как мы утвердили во время продакшен какие-то концепты части изображений да мы потихонечку начали строить и ассеты мы стали строить эти домики которых было большое количество да там всякие как бы мы начали пост продакшен как бы еще во время при продакшен потихонечку не синий привизов был один привиз для сцены для осенней сцены где когда монгол падает прыгает вниз с ущелья и стреляет из лука там была долгая сложная история но это был по-моему единственный привиз который перед фильмом был сделан и по факту от него в процессе работы отошли там произошли какие-то изменения в общем он урезался стал проще вот этот кусочек там поменялось много да очень хорошо вот очень хорошо потому что ну как это какой тоже ну годами доверия да там с этой группой мы уже частично работали вот с кем-то мы были уже знакомы поэтому такой абсолютно бы нормально что-то рабочая обстановка все понимали да вот оператор же максима сачи еще вдобавок да у нас не вообще уже давняя дружба и благодаря этому у нас все довольно просто шло но с точки зрения там вот такой вообще общение внутри команды все 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 было довольно просто решен на площадке был иван шурховецкий уже доводил фильм по продакшен к всему остальному джаник файзиев и собственно с джаником это не первый проект работы с джаником поэтому как бы что ждать от джаника чего он хочет на чем он акцентируется что что ему нравится ну в принципе понимали мы встречались поначалу один раз потом два раза в неделю на 24 часа где-то плотно садились проговаривали записывали вносили какие-то поправки определяли какие нам референсы нужны будут да что мы будем видеть там в этой части что фильма да или в этой части а что он будет происходить о сцена к сцене как меняется состояние от начала фильма до конца фильма где должно быть мрачнее должно быть вот радостнее наоборот какие такие моменты это все проговаривалось причем приезжали конкретно по самому у нас была такая одна встреча или две по целому как бы какие-то общие концепции набросали а потом мы уже довольно подробно проходили по сценам перебрали одну сцену и по ней полноценно шли что как куда свет свет да скажем не сказать что вот нам давали на откуп делайте как хотите главное что было красиво нет была конкретная цель нужно было достичь какого-то состояния конкретного да вот нужно быть мрачно а как мы это мрачно получим это уже была наша история нам не говорили что здесь должно быть облачка здесь должно быть два облачка да там огни гореть что-нибудь еще просто джаник передавал свое ощущение как он хочет даже неправильно какую эмоцию он хочет получить от кадра и мы стараемся воспроизвести единственное что вот было конкретное джаник всегда делал упор на том что он хочет видеть необычное небо непростое там пустое да какое-то там светло-голубое или же вот с парой обычных облачков там должны было быть много деталей нужно было быть красивым передавать настроение сцены до или настроение шо-то и мы прям заморочились у нас ну порядка десяти наверное различных вариантов неба было в концептах на этаж которые там дорабатывалась дорисовывалась самая сложная это была логистика и ведение всего проектов в том количестве людей с которым мы работали для нас это был рекорд 455 человек в результате да у нас и это огромное количество людей это 15 компаний сторонних до разного размера вот и сложность была в том что все это вот именно собрать в кучу до раздать нужные материалы часть вещей мы где-то рендерили часть мы сами ассеты готовили да потому что есть какие-то наши разработки до внутренние и мы понимаем что люди так не смогут их там у себя запустить где-то собирали уже специального вида ассеты общем такая вот именно сложно в том чтобы организовать всю вот эту вот большую группу людей и чтобы они как бы все более-менее получалось в одном ключе плюс вся логистика всех материалов там и прочее прочее да у нас довольно приличная группа даже работала продюсеров на этом да потому что уже одну продюсеру рук уже не хватало там они они разбивали сами себя группа наша продюсерская они разбивали между собой вендоров и с ними уже каждый общался контролировал там такой сложность была вот в этом общались с ребятами с вендорами наверное нас человек десять в целом как-то координировали работу продюсеры координаторы но все поделили скажем вот супервайзеры когда поделили я вел какие-то сцены и таких-то ребят рома вел другие сцены и других ребят скажем так чтобы не было взаимопересечений и девчонки наши они там по три по четыре вендора каждая вот параллельно еще с этим вели тоже они помогали нам они забирали материал они выдавали материал решали какие такие моменты которые не требовали творчество в плане комментариев и тому подобное чем очень сильно разгружать самое большое количество людей мы видим как раз таки вот финальной битве перед холмом сам холм это кусочек съемочной декорации которая там по-моему это было всего лишь на две части делился снимали сначала сцены внизу холма это где-то три-четыре метра в высоту если не ошибаюсь кусочек и потом снимали отдельно верхушку холма это по моему пять или шесть метров ну как бы вот такие два кусочка которые потом мы соединялись уже на посте и получилось что героев наших там порядка достиг человек на холме баты и его армия реальная там тоже не очень много этих людей стоят внутри или в четыре ряда вот все остальное нужно было забивать ну что армия эта масштабная нужно было делать многотысячную полноценную армию финальная битва длится порядка на 20 минут наверное происходит там очень много действия как раз таки самой этой массовкой скажем даже если там не очевидно по факту передний план съемочный да там сзади добегают доезжают телеги какие-то флаги но времени оставалось мало и было решено что мы как минимум у себя заберем ассет всего этого действия холма люди анимация все это пошло там раскидаем сделаем все этой сборкой разработкой ассета и сведением в одно целое занимались ребята под руководством так уже более продвинутых пользователей да а собирали собирали ребята которые на студии отработали там два три месяца вот что такое небольшое количество времени для них это был такой тоже большой большой опыт получилось что у нас прям был один большой асет в котором все камеры все анимации от шота к шоту прям перещалкивались адекватно отрабатывали но на это было потрачено по моему ну месяцем два полноценной такой работы каждодневной чтобы вот эту толпу сделать чтобы с ней что-то можно было делать такое живое масса самым примитивным просто способом когда мы определили для себя его ростом размер да в общем по большому счету так как у него прям такого сильного контакта нет вот мы там в неске кадра где вы первое знакомы с медведем да где он тари стоит рядом с не с местором у нас был одет дублер в зеленый костюм парнишка просто который стоял как ориентир где будет медведь ну и место где можно его руку положить там на его до лап на голову практически вот а в сценах с монголами с драками да мы показали примерно идею как как это должно быть показали какие-то концепты да и ребята каскадеры просто на тросах просто покрутились повертелись вот да и мы туда вставляли уже меня уже медведя это специальный сложить технологии для этого не было никаких кукол да ничего не это да потому что мы на самом деле в тот момент мы еще у нас был спор большой по поводу самого размера медведя потому что там я тащил чтобы он был такой как фильме два с половиной метров роста в холке чтобы это был такой большой чтобы хотелось в нем такое ощущение фэнтези дать через медведя потому что в общем других способов дать немножко фэнтезийности там у нас не очень много кроме цвета вот но еще бы не до конца все были уверены или там режиссер была одна идея там до у продюсера другая там до продюсерской компании третья общем и вы так перекидывались но в результате я победил по размерам медведя и мы сделали самого большого по сути самое самое сложное было это его оживить сделать так чтобы он хорошо двигался у него была хорошая пластика чтобы у него правильно отрабатывал мех чтобы мышцы двигались ребята долго 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 настраивали ему мех поведение меха на ветру как это все живет как это все шевелится а делали симуляцию жира подкожного чтобы вот мышцы чтобы при ходьбе не создавалось ощущение табуретки которая прошла у него там шерсть пошевелилась а вот кожа не дрогнула ничем чтобы мускулы отрабатывали можно задаться вопросом зачем если это все равно не видно да но как бы понятно что когда человек ходит животное ходит в принципе живое существо есть множество вторичных движений которые мы взгляды наверно не считываем ну как бы не обращая внимание но если их убрать по сути будет понятно что существо такое какое-то странное довольно оно вроде живое но не живое одновременно мы старались этого избежать и приложили очень много усилий к мишке чтобы он был максимально подвижным максимально живым чтобы не скалось ощущение что это компьютерная игрушка который этот заанимировали и вот вы честно на компьютере делали ты знаешь здесь наверное не в эпизодах дело здесь наверное подготовки к эпизодам дело скорее да если брать ту же финальную битву она сложная но сложная допустим не потому что это было композить сложно да потому что к ней требовалась огромная преподготовка тот же город рязань которая у нас такая солнечная яркая красочная там по-моему всего всего восемь шотов когда мы ее ну как бы более-менее полноценно видят один общий план где мы пролетаем над рязанью и несколько боковых ракурсов во время диалога когда мы видим эти все домики довольно близко и здесь тоже обратно же не сказать что сцена была сложная по композу да но она была сложная по подготовке вот причем этот город он пошел ведь не только в одну сцену он пошел в ряд вещей еще он пошел ребятам из гейнлайта которые делали горящую рязань они активно использовали этот город там подменяя доделывая разрушение подставляя огонь там убирая часть заборов каких-то элементов подменяя их чтобы вот не целые были от погоревшие поломанные вот но это тоже такая целая история была с моей точки зрения при подготовка к сценам было сложнее нежели сами сцены легенда колорати выглядел проектом невозможным для исполнения вот просто смысле вот вот мы все время делаем лезем в какие-то вещи которые никогда не делали да и все время рискуем страшно но здесь риск был просто вот запредельный он вообще выглядел на нас мы никогда не делали такого масштаба мы не знали с чем столкнемся да мы не знали какие сюрпризы будут вылезать вот и на этом проекте все что могло пойти не так да она прям вот пошло да и шансов того что этот фильм мог не выйти было просто вот везде начиная там от производства там да там я там где там тоже на моменте написания сценария на продакшене который выглядит просто героическим подвигом до съемочной группы реально и по нашей части просто огромное количество шотов да и конечно же он не как значит так всегда да все что у нас не убивает пытается убить следующий раз как бы да и в этом смысле калаврат он как бы он сильно старался на сон просто ушарах реально по всем показателям да и понятно стало что ну совсем уж невозможность удачи наверно нет но именно что мы еще более смелые стали да там какие-то мы сделали большие выводы да да мы поняли что как огромное количество мы совершили ошибок на нем да огромное количество но каждая ошибка это движение в сторону улучшения до этого движения в сторону знания потому что учится только косяки ошибки вот и одна одна из таких хороших вещей на это что произошло на легенде клад что мы поработали поработав с огромным количеством людей мы теперь поняли состояние вообще индустрии в нашей стране мы теперь понимаем какие люди как они работают как что на что нужно опираться да получил такой бесценный опыт сбора знаний вообще вот про то что мы можем в целом как индустрии да и мне кажется был очень хорошего он мне очень понравился он был тяжелейший да у меня проект сжег просто дотла практически да в конце лично меня у пацанов та же самая была проблема все уже так и и серега и рома да они были в таком в нокдауне были да уже концу проекта ки немножко уже плыли и я сам дам не за много лет так вот столько проект не вынимал столько сил но и при этом ты понимаешь что можно брать такие высоты непростые я знаю что зрители по большому счету все равно да и коллегам нашим тоже по большому счету все равно да люди любят критиковать чужой труд да но сам проект прям это такой важный момент на самом деле я думаю что он этапный вообще для понимания для многих или продюсеров тоже как таки это это тоже важная веха в том что можно сделать проект вот так не строя огромные декорации в больших количествах да можно как бы сделать фильм который конечно да он сказочный до фэнтезийный да там не совсем реалистичные да но при этом как бы такое работает можно и судя по тому как он идет чтобы зритель кино принял в общем да серьезные проекты они в любом случае чему-то учит не учат новым подходом да там учат то обратно же особенно хороших этого делать не умеешь строить общение с людьми с большим количеством людей потому что общаться с одним двумя людьми тремя ладно когда у тебя очень большое количество людей да и должен быть со всеми вежлив то со всеми спокойно хорошо внятно разговаривать какие-то свои собственные эмоции они ощущения там как бы недовольны что-то плохо и тому подобное и ни в коем случае нельзя людей выливать с точки зрения самой работы находили пытались найти какие-то другими способы решения даты параллельные чтобы не в лоб это все оптимизировать как-то обратно же большой опыт работы с режиссером дополнительно да потому что работая с джаником на мурке это у нас была одна история работая на большом проекте это все-таки другие планки другие требования джанни говорил я хочу вот это мы могли джаник мы это не можем или вот ну так не получится но пытались найти компромисс да всем наверно ты знаешь я поняла что звучит немножко так пафосно да но персонально конечно камня сейчас что я просто боюсь забыть я сейчас есть много компаний кому я сказал спасибо включая вас да потому что вы в этом смысле тоже положили печень и сердце да я понимаю как тяжело вам было да вот и и даже спасибо я сказал бы компании которые там не очень удачно отработали дали часть работы кого мы забрали там то я потому что тоже хороший опыт на самом деле да вот и даже как то сейчас ты прям задал вопрос который знаешь на который если не просто ответить я бы я бы правда всем сказал спасибо да потому что и нашей команде сказал спасибо огромное потому что ну правда такой знаешь да был крайне необычный опыт потому что даже в конце уже нас там у нас ты ребята которые в разных командах у нас же тоже команды делали прям целая команда подключилась помогать супервайзером до взяли на себя каких-то вендоров тоже комментили да и вынер с этим тоже столкнулись да это такой какой-то был знаешь тут ощущение такой был общий такой такой работы полноценной да это такой был гигантский оврал причем такой в масштабах огромного количества людей реально большая благодарна всем потому что как все стойко прошли через это все вот и в результате успели хотя успеть было практически просто невозможно и колорист который в конце просто все это пытался свести в кучу просто с бешеные прошла это куча шоarтов и они все естественно где-то там они не сходились не по цвету естественно как хромаке и ты собственно все цвета менялись лица менялись волос и менялись по цвету все время он все тут пытался собирать вообще просто как-то на 5 все эти все это так чтобы это выглядело хотя бы как бы одной вещью да тоже которая умирала уже в конце там да тоже и и И парнишки, и техники, которые там тоже в DI работали, которые получали эту тонну материала. Я знаю, я забыл имя одного, хороший парень с нами работал, он дочь воспитывает один. И вот он все равно приходил, оставлял ее на няню, приходил, тут сидел ночами. Вот такой был очень интересный процесс. Сложный был, очень тяжелый, но при этом какой-то такой. Внезапно включили все в процесс. Равнодушных не было вообще никого. Ты знаешь, наверное, всем, кто, в принципе, принимал участие. Потому что ребята, все, кто... Все дошли до конца, все дотянули. Понятно, что в конце уже были все убитые, но большое спасибо всем, кто довел это все дело до логичного завершения, до финала. Кто не побоялся и ввязался с нами во всю эту историю. Ринцайм будет первым русским городом Великого Хана. Вашей земле нужен хозяин. У нас на Руси есть такая поговорка. Не говори, Гоп, пока не перепрыгнул. К бою! Сделай так, чтобы ордынцы назад ушли. Чтобы войны больше не было. Все пошли, и я пошел. Все нашли, и я нашел. А сегодня поутру... Все помраны, и я помру. Субтитры создавал DimaTorzok